Если ты хочешь что-то сказать дочери, и у тебя прямо на кончике языка взрослой дочери, то ты спроси себя, ты своей подруге такое бы сказала. Слова, вырванные из контекста, звучат чудовищно. Но когда мама это говорила, мы запомнили только вот эту очень ужасную и очень болевую такую реакцию, но мы не помним контекста. А мама, наоборот, не помнит конкретных слов, но помнит контекст, который проявлял заботу, любовь. Мы за что любим друг друга? Мы же не за достоинство любим. Мы любим друг друга за недостатки. Потому что если мама признала ошибку, то и мне можно. Вот этот пузырь, который у тебя внутри против мамы, он же и против тебя. Он же занял все место. И в результате вот этой проработки возникает как раз эмоция какой-то обиды на маму. И вот мне больше хотелось, друзья, чтобы наш сегодняшний разговор был не об этом. Столько составляющих входит в твой успех, что мамина часть – это я знаю, что ты сделаешь максимум. Но не получится, не получится, зато ты попробовал. То есть мамина часть, она такая, знаете, такой болельщик. Наша внутренняя критика настолько громкая, настолько наш внутренний голос нас пилит, что когда кто-то из вне еще добавляет критику, нам остается только отнекиваться и защищаться. Чем больше ты критик себя внутри, тем труднее тебе принимать критику извне. Здравствуйте, друзья. У нас есть уже постоянные гости на канале. И сегодняшнюю тему я берегла для личной встречи со Светланой Комиссарук, психологом, профессором Колумбийского университета, которая оказалась в Москве, коротко, на презентации своей новой книги. А первая наша встреча проходила во время локдауна в Zoom, и этот разговор вызвал большой интерес. Думаю, что и нынешняя тема тоже. Тема влияния мамы на жизненные сценарии женщины, на наши с вами сценарии. Подписывайтесь на мой канал, здесь потрясающие всегда темы, интересные гости. Нажимайте на колокольчик, и будете получать информацию о новых видео. Отношения с мамой – это очень значимый вопрос. Потому что мама – это первый человек вместе с папой и бабушкой, который определяет, что в этом мире важно, что нет, как тут любят, как тут заслуживают любовь или не заслуживают, как отвечают на твои запросы, на твои слезы, на твое неудобство. Мама счастливая в детстве показывает, что в этом мире все хорошо. Мама тревожная в детстве показывает, что в этом мире нужно быть осторожным и всего бояться. То есть у мамы очень знаковая роль. И поэтому нам всем хочется думать, и это самое простое, что мама – причина того, что у нас не получилось. Но раз она такой важный человек, значит, от нее все и зависело. Сейчас, конечно, аудитория широкая, что называется, поднахваталась, потому что очень многие интересуются популярной психологией. Это замечательно и здорово. И тема взаимоотношений с мамами, она многих интересует. Но я заметила, что часто в результате этого возникает такая мысль, что если бы моя мама как-то ко мне по-другому относилась, если бы она, не знаю, больше мне уделяла времени, если бы она была со мной более нежна или более открытая, или еще что-то, 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 что мама, если бы, то у меня бы жизнь сложилась лучше, достигла бы я большего. И в результате вот этой проработки возникает как раз эмоция какой-то обиды на маму. И вот мне бы очень хотелось, друзья, чтобы наш сегодняшний разговор был не об этом, а о чем. Дело в том, что наша русская вечная, кто виноват и что делать, если мы останавливаемся посередине, занимаемся тем, кто виноват, то мы буксуем. И это вызывает такой поворот назад, поворот вспять. И это вызывает такую спокойную, уверенную нишу. Я теперь знаю, кто мне жизнь испортил. И если на этом зациклиться и остановиться, то это совершенно не проработано. Потому что проработка заканчивается тем, что делать. И если другими словами, вот как в буддизме, главная задача — понять и принять. То есть кто виноват — это понять, дальше что делать, дальше принять. То есть здесь есть несколько аспектов. Во-первых, с одной стороны, это огромная роль матери. И действительно многие наши зарубки на сердце связаны с каким-то неосторожным словом, где-то нас забыли. Какой-то поступок был несправедливый с нашей точки зрения. Но это только половина. Вторая половина мы сейчас, вот вся наша аудитория, мы взрослые люди, которые это прорабатываем. И совершенно наивно по-детски свалить все на маму и начинать считать обиды. Потому что сколько бы мама плохого не сделала, это только наше восприятие, во-первых. А во-вторых, это совершенно неполная картина. Было бы здорово, если бы хорошие мамы растели счастливых детей всегда. Это было бы очень просто и очень плодотворно. Мы бы научились быть хорошими мамами, и мы бы вообще просто застраховали наших детей на счастливое детство и старость. Это не так. Очень многие факторы, не зависящие от мамы, нас растят. Культура общества, время, которое с нами совпало, что происходит, какие катаклизмы. Есть папа на всякий случай. Вот именно. То есть мамина роль, насколько она огромна, настолько она и скромна. В основном все зарубки и все замечания и все поступки делались от большой любви. Просто этот язык любви, он такой корявый, он такой не всегда правильно выражающий чувства, но любая тревога, любая критика, любое какое-то такое очень резкое замечание. Конечно, то, что болит, и то, что с детства кажется причиной многих твоих проблем, надо прорабатывать. Но я думаю не с мамой, я думаю с собой. Я думаю прорабатывать с собой. Почему меня это до сих пор ранит? Почему вот это мамино замечание до сих пор стало уже моим внутренним голосом? Или там, почему на такой мелочи я зациклился, и я все время только об этом думаю? Вот с этим надо работать. Вот права я или нет в том, что научиться любить свою реальную маму, потому что мама, мама это в общем, мне кажется, некий еще образ, какая-то безусловная материнская любовь. У нас есть, мне кажется, свое представление о том, какая идеальная мать, вот какая она есть. Какое-то очень глубинное понимание, и это, конечно, отличается от того человека, каким является наша мама, с ее жизнью, с ее обстоятельствами, потом мама учится быть мамой. Ее же никто эту науку не преподавал, она тоже совершает какие-то ошибки. А самое главное, мама же чья-то дочка. Да. Было бы смешно думать, что вот эта наша склонность к критике, склонность к условной любви, если ты будешь хорошим мальчиком, то тогда это же не мама придумала, это же ее так растили, и бабушка растила, и ту бабушку тоже растила. И поэтому сейчас вдруг, начитавшись психологических памфлетов, начинать судить маму несправедливо. Она тоже дочь чья-то. И поэтому я думаю, что очень важно, во-первых, как вы правильно говорите, не сравнивать с нормой, не сравнивать с золотым стандартом. А во-вторых, если мы так хотим, чтобы родители нас любили безусловно и принимали безусловно, и так нам важно, чтобы они нас ценили, как уникальных своих творений, так давайте же и мы в ту сторону будем ценить маму, какая есть, безусловно. Это человек, который нам подарил жизни, который как умел в тех обстоятельствах, которые сложились, худо-бедно нас вырастил, и то, какие мы получились, очень даже ничего. То есть давайте в обратную сторону тоже давать эту безусловную любовь, хотя бы пробовать. Это непросто. Это очень непросто. Ну, хотя бы пробовать. И мне кажется, что это как раз одна из отличительных черт зрелого человека, своих родителей принять. Ты тогда становишься взрослым, когда ты перестаешь быть ребенком по отношению к ним, который все время что-то ждет, их обвиняет, и ищет причину в них, и ждет от них какого-то совершенства. Они в себе, мне кажется, что это такая серьезная задача для того, чтобы человек просто сформировался, был зрелым, взрослым. На самом деле, мне даже кажется, наоборот, повзрослеть, и тогда легче будет принять. Мы очень меняемся, когда у нас появляются дети. И поэтому, когда вот взрослые женщины, у которых свои дети жалуются на то, что бабушка не так себя ведет, неправильно помогает или неправильно не помогает, я просто помогаю им поставить себя на место мамы, вместо того, чтобы быть дочкой, подумать, что вот этот твой любимый комочек, который для тебя все, и который столько от тебя любит, и столько от тебя зависит, и которому ты все готова дать, когда-нибудь будет предъявлять претензии, что ты не так любишь. То есть, когда у тебя появляется следующее поколение, ты взрослеешь, во-первых, потому что ты теперь за кого-то отвечаешь, а главное, ты теперь с двух сторон можешь понимать обе стороны. Это вот называемое поколение сэндвич. Ты можешь посмотреть на маму и понять вдруг, потому как дочка тебя ранит, как ты ранила маму. И наоборот, посмотреть на дочку и понять, что вот эти слова, которые когда-то мне от мамы так больно звучали, теперь я дочери говорю. То есть, это такое уникальное взросление, которое показывает тебе, что когда твои роли двойные, с двух сторон, у тебя уже нет прерогатива быть дочкой, которой не додали. Ты уже сама начинаешь давать. И это очень важный переход. И это и есть взросление. И вот от этого взросления, особенно когда твои дети становятся подростками, и когда они уже начинают высказывать обидные вещи, и в чем-то обвинять, и в чем-то спорить, и где-то не слушаться, и где-то грубить, ты вдруг понимаешь, каким трудным ребенком ты был для своих. То есть вот вдруг у тебя замыкается круг, и ты понимаешь, что вот как начинка в бутерброде, теперь тебе видно все. И этих, и этих. И часто от этого отношения с мамой улучшаются, от этого понимания, конечно. Да. Те, кто не успел наговорить и создать список обид, и побить горшки, и много раз уже проявить свою неблагодарность, с которой мама много раз уже хлопала дверью и плакала, и говорила, что я на тебя жизнь положила. Те, кто этого еще не успел сделать, те вот в такой момент говорят, мам, как ты меня терпела. Или там говорят, мам, когда я родила, тебе было 45 лет, а я ожидала, что ты должна все бросить и заниматься, и быть бабушкой. То есть вдруг происходит прозрение такое, что надо же, я на это смотрела так безусловно, так безапелляционно, и мне так было понятно, что мне все должны. И вдруг, когда меня ставят должником в жизни, когда я теперь взрослая, я теперь мама, я понимаю, что это совершенно не безусловно. И что любую помощь и поддержку нужно просить и быть готовым к тому, что не всегда тебе ее предоставляют. Это такой новый ракурс появляется. Я знаю это, но забываю, как только я уделяю время тому, что интересно и важно мне самой, что радует, вдохновляет, у меня становится больше энергии. И дело достается любимым людям. Сейчас я вернусь к языку, к английскому языку. И это не то, чтобы уроки, как обычно. Мы просто говорим с моим преподавателем, по ходу возникают новые слова, я вспоминаю или узнаю какие-то правила. И для меня это стало новым развлечением. Ведь приходя из математической школы, домой первым делом я делала домашку по английскому, отдыхала так. А потом, как у всех, не развивала знания. Я могу говорить простые предложения, но приходится вспоминать слова. Я несколько лет хотела заняться языком. Но попала на сайт Skyeng, прошла бесплатный урок, и моя жизнь изменилась. Skyeng – это крупнейшая в Европе онлайн-школа английского языка. Они знают про то, как сделать результативными занятия, вдохновляющими, и сохранить мотивацию к обучению. И это просто удобно. Дома, на даче, в машине. Преподаватель подбирается по цели и уровень знаний. Есть группы с другими учениками. Я жду наших уроков. Потому что ты сразу видишь успехи, и чувствуешь прилив сил, радости. День проходит более продуктивно, с хорошим настроением. Все взаимосвязано, если уж говорить о балансе. Как говорит всеми уважаемая Татьяна Черниговская, нет лучшего средства для поддержания интереса к жизни, когнитивного здоровья и памяти, чем изучение иностранного языка. Вообще, почувствовать свои новые возможности в зрелом возрасте – это очень важно. Расскажу, что нужно делать. Все очень просто. Регистрацию пройти просто. Оставьте заявку на бесплатный вводный урок. Выбирайте удобное время. Вас попросят указать цель обучения. Моя идея в том, что, подтянув язык, я смогу сделать то, о чем мечтала. Хочу учиться в одной серьезной европейской кулинарной онлайн-школе, а там обучение на английском. Меня интересуют также курсы искусствоведения. И я хочу смотреть кино на языке оригинала. Мне очень нравится мое новое правило. Составление графика на неделю я начинаю с личных дел. Спорт, здоровье. Мои уроки английского в Skyeng. По этому промокоду, который есть также в описании к видео, становясь новым учеником Skyeng и покупая пакет уроков, вы получаете два урока в подарок. Если вы оплачиваете пакет уроков сразу после регистрации, то таких подарочных уроков становится пять. До нового в жизни. Рукой подать. Мама влияет на то, насколько ты себя принимаешь. Это самое главное. Если ты себя принимаешь, то ты и не завышаешь планку, что ты все можешь, и ты самый лучший, и самый успешный. И ты не завяжаешь планку. Куда уж мне. То есть мама дает тебе такое адекватное зеркало, и она говорит, ты постарайся максимум. Получится здорово, не получится, но не все в жизни от нас зависит. Много есть везения, много есть нужно время в нужном месте оказаться. Много есть покровительства каких-то умных наставников, менторов. Огромную роль играет настойчивость. То есть столько составляющих входит в твой успех, что мамина часть — это... Я знаю, что ты сделаешь максимум. Но не получится, не получится. Зато ты попробовал. То есть мамина часть, она такая, знаете, такой болельщик. Который всегда на твоей стороне, да? Который на твоей стороне, и который говорит, ну пусть тебе тренер и судья там оценки ставит и учит тебя. А я болею. Я знаю, что когда тебе плохо, у меня сердце разрывается. Когда тебе хорошо, я на седьмом небе счастье. То есть если мама берет на себя роль тренера или судьи, что очень часто происходит, то это может оставить зарубки, которые либо принижают твои возможности, и ты не уверен в себе, что особенно в нашей русской культуре часто, либо это такое восхваление и такой, знаете, вот еврейский вариант, что это у меня в коляске адвокат, а это у меня в коляске доктор едет. И тогда человек встречается с действительностью, со своей первой неудачей, где-нибудь, как-нибудь у него не получается, или с первой несправедливостью, когда он явно должен был победить на этом конкурсе, а он не победил, и он рассыпается. Потому что мама создала искусственный мир, в котором все справедливо, в котором тебя любят, в котором, если ты постарался, то никто тебе никакие препятствия не создает, но это же не настоящий мир. Тепличный, да, мы говорим, что тепличный ребенок такой. Тепличный, очень такой, знаете, такое специальное озеро со специальным нарциссом, который в него смотрится и любуется. Вот мама такое озеро. Это не очень хорошо. То есть мама – это такой, самый главный, такой зеркальный вариант, который говорит, я знаю, что ты стараешься, и я думаю, что ты можешь, но не все от тебя зависит. И это такая очень трезвая путевка в жизнь, которая говорит, что давай мы с тобой научимся стараться, давай мы с тобой научимся ставить цели, давай мы с тобой научимся проигрывать, давай мы с тобой научимся давать себе право на ошибку, не есть себя поедом за какие-то ошибки, они неминуемы. Давай мы вот это прокачаем, давай мы научимся делать то, что от нас зависит. И давай мы не будем давать обещаний, что всё получится. И давай мы не будем требовать и ждать, что всё получится. То есть чувство опоры именно на себя, реальности. Да-да-да, чувство принятия. Чувство принятия. То есть вот такой какой ты есть, нормально. Не обязательно быть самым лучшим. И никто не говорит, что ты самый плохой. Вот какой ты есть, уже хорошо. И это действительно безусловность материнской любви, потому что, конечно, здорово, если мы ещё в жизни встретим людей, которые нас будут так поддерживать. Но обычно тренер очень нацелен на результат и очень толкает вперёд всеми способами. Всякого рода тренеры, я имею в виду образ собирателей. Судьи нацелены на оценку. И всё время сравнивают, и всё время выделяют, кто лучше, кто хуже. И указывают, что получилось, что нет. И только мама тот человек, который свидетель твоей жизни, болельщик, который говорит, что я вижу, как ты стараешься, я вижу, как тебе трудно. Или там я вижу, как ты расстроен. Понятно, да. А если говорить о влиянии мамы на то, как складывается личная жизнь? Каково оно? Я думаю, что максимально правильным будет говорить, что личная жизнь складывается на основе модели отношений родителей. И там это складывается либо от противного, либо в продолжение. То есть здесь не только мама. Здесь как папа относится к маме, какую роль мама играет в принятии решений, как о маме заботиться, как мама заботится, что она берёт на себя, что она умеет переложить, делегировать. И это, в принципе, такая самая первая модель отношений, когда ребёнок маленький, и он только учится этому, он не знает, что бывает иначе. Поэтому отношения родителей – это самый такой очень важный краеугольный камень и для девочки, и для мальчика, как оно вообще бывает. Как оно бывает. И потом, когда мы растём, мы понимаем, что бывает ещё иначе. Поэтому там не только мама, но и папа. И второй очень важный аспект, который тоже, я думаю, ужасно важно отметить, что иногда, а в нашей культуре, наверное, даже можно сказать зачастую, хотя это ужасно, мама не понимает, где заканчивается её жизнь, и начинается жизнь её дочери. И она каким-то парадоксальным образом проживает на чистовик с дочкой. То есть то, что не получилось у неё в отношении с мужчинами, например, или как сохранить свою фигуру, или как в карьерном росте быть понастойчивее. Да, то есть всё её в этом всём несоблюдение границ самое страшное, что мама искренне уверена, что она знает, как лучше. И в определённом возрасте, когда девочки внушаемы, и когда девочки ещё не набрались силёнок говорить, «Нет, я не согласна», до подросткового возраста, девочки впитывают вот эту мамину непрожитость и принимают её как модель, которая является их личной мечтой. И это очень опасно. То есть мама, которая знает, за кого тебе лучше выйти замуж, и когда тебе лучше родить, это нормально, если ты знаешь, что это только мамино мнение. А вот если она успела тебя воспитать своей лучшей копией, до тех пор, пока ты наконец-то научилась говорить «не согласна», вот это, конечно, чревато. Потому что ты живёшь чужую жизнь на чистовик. И ты в этой жизни чувствуешь себя неуютно. Мы благодарим за помощь в организации этой съёмки роскошный европейский отель «Балчик Кимпинский», который находится в самом центре Москвы, прямо напротив Кремля. И из номеров, которые мы записываем, открывается потрясающий вид на собор Василия Блаженного, на Москва-реку, Зарядье. Здесь поздний чекаут, это очень удобно, приятно. Неограниченный доступ в спа-центр. Здесь можно провести уикенд с семьёй или устроить себе бизнес-паузу хоть и посреди недели. Здесь отдыхаешь и телом, и душой. Нам здесь очень комфортно. И спасибо большое. Сейчас действительно изменилась ситуация, когда, например, женщине 35, маме 55 или 60 лет. Она ещё очень активна. Это не бабушка. Это просто взрослая женщина. Две взрослых женщины. И у мамы ещё есть впереди большой отрезок жизни. И мама не собирается печь пирожки, вязать. Она очень активно и в нашей жизни присутствует. И вот здесь женщина, которая учится говорить «нет», здесь очень много конфликтных историй. Потому что и чувство вины с этой стороны, со стороны мамы. И есть такой тоже отклик от мамы. Если ты не поступаешь, как я тебе говорю, как я думаю, ты не уважаешь моё мнение, значит, ты меня не любишь. Например. Что с этим делать? То, что вы сейчас цитируете, это просто такая манипуляция довольно прямолинейная и очень неприличная. Говорить, если ты делаешь не так, то ты меня не любишь, нельзя никому и никогда. Потому что любят не за что-то и не вопреки чему-то, а любят просто так. Я тебя люблю, потому что ты у меня есть. Я тебя родила, я тебя люблю. Я тебя люблю, потому что ты моя мама. Неважно, какая ты мама. То есть, когда мы говорим, если ты так, то ты значит так, мы из любви делаем какой-то такой подарок или наказание, или приз. В принципе, это вот это поколение, которое где-то 45-50+, это поколение, которое, с одной стороны, ещё до сих пор должно детям, но с другой стороны, ещё до сих пор родителям должно, потому что родители-то стареют, родители-то становятся более беспомощными, и получается, что вот эти мамы молодые, у которых большие планы на себя, 50-50+, да, они должны с двух сторон, и это очень непросто. И поэтому, когда она пытается на своих плечах вытягивать соседние поколения, вот почему сэндвичи, да, как на масках в бутерброде, она может в своём этом залихватском менеджерском стиле начать командовать из лучших побуждений. И это очень ранее. То есть она может дочке говорить, ты меня будешь учить? Посмотри, где ты, где я, сколько я достигла. Да мы в ваши годы, ты у меня уже подростком была, а ты ещё до сих пор не решишься родить. Или там она будет своей маме пожилой говорить, мам, если ты будешь не выполнять то, что врач сказал, и я за тебя не отвечаю, я тебя больше не повезу. И получается, что вот этот вот тон из советов и из заботы превращается в что-то совершенно ужасное, и оба эти поколения от этого страдают. И тогда часто в семьях внучки объединяются с бабушками. Я думаю, сейчас многие узнают свои ситуации. Да, да, да. И пытаются маму образумить. Образумить. А мама это делает, потому что она чувствует, что она всем должна. Она не удерживает, да? Она чувствует, что от неё все зависят. И она срывается на такие короткие дорожки, срезающие углы, чтобы всех содержать в покое и в порядке. Для неё главное, чтобы у всех всё было хорошо. Галочки тоже поставить, да? Галочки в длинном списке, кому я должна. То есть первое, что можно такой дочери сделать, это сказать, что, мам, я ценю твои советы, но только тогда, когда я их спрашиваю. То есть дай мне наделать своих ошибок. Какое вообще хорошее правило очень, вот, мне кажется, универсальное. Давать советы только тогда, когда их спрашивают. Это так бы облегчило отношения. Это очень трудно. Но, знаете, я вот советую, опять-таки даю совет. Молод спрашиваю. Даю совет, да. Если ты хочешь что-то сказать дочери, и у тебя прямо на кончике языка взрослой дочери, то ты спроси себя, ты своей подруге такое бы сказала. Потому что мы соблюдаем границы с близкими, когда это не близкие по крови. Когда мы не чувствуем, что моя дочь, это моё продолжение, и поэтому вот я же могу руку свою лучше сделать. Вот я и дочь лучше делаю. А вот ты бы сказала своей подруге, перестань есть третью булку. Ты бы сказала своей подруге, сними это платье, оно тебя полнит. Да в жизни бы не сказала, потому что это её личное дело. И если ты хочешь сохранить уважение и любовь подруги, то ты будешь к ней относиться бережно. Граница, конечно, в отношениях мать-дочь, это такая тема важная. Поэтому каждый раз, когда тебе хочется как лучше, и кто тебе правду скажет, сформулируй это в отношениях с другим близким человеком, который может тебя поставить на место, и который может тебе сказать, что тебя не приглашали с твоими мнениями. И тогда реши, говорить или нет. Если можешь подруге сказать, тогда и дочери скажи. Если мы поговорим о каких-то болевых сценариях отношений взрослых, уже мать-дочь, то, наверное, есть какие-то определенные, часто встречаемые. Какие они? Ну, один из сценариев, самый распространенный, что мама мне не доверяет мою жизнь, она по-прежнему руководит ею. Мама по-прежнему не пускает нас с мужем на море, потому что она нам внука не может доверить, хотя мы его родили и воспитываем. И мама до сих пор вмешивается в то, как мы распределяем бюджет, или как мне ответить начальнику, чтобы он себя вел иначе. То есть когда мама полностью рулит моей жизнью. Это мама, которая точно знает, что она знает лучше, и которая кто же тебе правду скажет. Это очень распространенный сюжет. А что делать? Ну, во-первых, понять, что это ее язык любви. Такой корявый, такой обидный, такой ранящий, но это все из лучших побуждений. Это сразу, знаете, жало вынимает из раны. Это не потому, что она меня ненавидит, а потому что она слишком тревожится, слишком меня любит и слишком контролирует, заглушая какие-то свои страхи. Это первое. А второе, в танго нужны двое. Если на тебя мчится бык, и ты останавливаешь его своим телом, то он тебя снесет. Но если ты применишь правила акидоид, то двинешься, то бык пронесется мимо. Поэтому когда тебя кто-то пытается строить, а ты не строишься, и даже спокойно не обращаешь внимания, то как-то в какой-то момент дойдет информация, что так не получается. Второе. То есть уходить от конфликта. Да, просто перестать воспринимать близко к сердцу то, что ты прекрасно знаешь, что сделаешь по-своему. Второе. Очень важно в какой-то форме маме объяснить при помощи беседы с вопросами. То есть вот она, например, говорит, ты должна начальнику показать, что ты работаешь больше, чем он тебе платит. А ты отвечаешь, мам, а расскажи, вот у тебя в моем возрасте, вот какие отношения с начальником были. То есть ты вот этой беседой, во-первых, ты возвращаешь мяч в ее ворота, на ее поле. Во-вторых, мама немножко начинает понимать, что те советы, которые она дает, могут быть невыполнимы в этом возрасте, и вполне может быть, что у нее не получилось. В-третьих, ты действительно можешь чему-то научиться, когда мама рассказывает о своей молодости, о своих отношениях с родителями, о том, как она тогда с папой решала вот эту проблему, которая у тебя с мужем возникла. То есть воспользуйся ее знаниями и ее опытом на ее территории, и все будут довольны хотя бы временно. Вместо того, чтобы говорить, не заходи на нашу территорию, вот мы закрываем дверь, лучше выйти на встречу и сказать, а давай у тебя посидим. И еще очень важно, если мама пытается через нас растить внуков и делать замечания, например, ты знаешь, что он не позвонил и не поздравил меня с днем рождения, как можно бабушке с утра не позвонить? Например, самое простое. То очень важно для того, чтобы не быть катализатором конфликта, уходить из середины вообще, никогда в жизни, нигде, а тем более между близкими, вообще это везде плохо. Только специально обученные люди могут быть медиаторами, таких очень мало. В основном посредники делают хуже, всегда. Посредники, которые мерят, посредники, которые пытаются найти компромисс. И, конечно, если вы посередине между мамой и внуком, на которого она жалуется, то нужно ей сказать, мам, я понимаю, как тебе обидно, поговори с ним напрямую. Вы родные люди, вы найдете общий язык. Если папа пытается с дочкой через вас что-то там выяснять, или если дети между собой ссорятся, не берите на себя роль посредника, потому что это очень часто начало конца. В тот момент, когда мы думаем, что нам только нужно выбрать правильные слова, и мы их тут всех сейчас срочно померим, мы искажаем, мы перевираем, не задумываясь, или мы утрируем, или мы преуменьшаем. То есть мы вносим свою лепту в эту неразбериху, которая и так между ними возникла. Без нас прекрасно. Существует огромный соблазн прийти, навести порядок, тем более, если к тебе пришли с такой даже просьбой, тебя приглашают быть судьей третейским. Это очень большой соблазн. Но самый простой и короткий способ не навредить, это устраниться и сказать, что вы родные люди, вы разберетесь. Какие еще сценарии? Ну вот мы поговорили о маме, которая слишком вникает и контролирует. Вторая мама, это мама, которая слишком холодная и отдаленная. Мама, которую не получается обнять. Мама, с которой трудно что-то обсудить, потому что у нее нет времени или нет желания, или нет возможности. Которая зарабатывала деньги, которая очень сильная, успешная, но которая вникала редко. Была такая мама-праздник. И у детей с одной стороны возникает ощущение такой брошенности при полной роскоши и при полном внимании, а с другой стороны возникает такой комплекс неполноценности, что куда уж мне тягаться с мамой. И это тоже очень болезненно, потому что дети успешных людей, они заранее обречены начинать не с нуля, а с какого-то такого порога, который выше, чем у остальных. И что-то куда-то доказывать или не доказывать. Недаром вот это поколение, которое во время перестройки оказалось у разбитого корыта и должно было как-то выживать, это люди, которые состоялись, которые очень сильные, которые пережили огромное количество катаклизмов и травм, и перемены, переездов, и смены профессии. Вот это тоже поколение сэндвич, вот эти 50+. Они сейчас вдруг задумываются впервые. Мы им столько всего делали, мы все это делали для них, мы зарабатывали. Для детей. Да, мы делали, чтобы они жили лучше, мы делали, чтобы они учились в лучших университетах. Мы специально оплатили всем репетиторам, а они теперь говорят, что мы же вас не просили. Я что, выбирал себе детство с таким количеством денег? А на самом деле для вот этого поколения 50+, это было смыслом? Конечно. Нужно было выживать настолько, чтобы и семью содержать, и родителей содержать, и найти место под солнцем совсем непросто, и пережить весь этот слом всех стандартов. И сейчас вот эти подросшие дети обвиняют маму и папу в том, что нет близких отношений, тем более, что рожали такие мамы зачастую на автопилоте. У нас были такие рельсы протоптанные в нашем поколении, где нужно было после школы обязательно институт, после института обязательно женитьба, после женитьба обязательно ребенок, потом квартира, потом машина. То есть у нас был какой-то такой план действий до самой пенсии. И поэтому многие неосознанно рожали. Многие рожали, потому что все рожают, потому что поженились, потому что бабушка ждет первого внука. Вот поколения, которые сейчас, они рожают намного более осознанно. И поэтому я надеюсь, в этом поколении будет больше, безусловно, любви к детям. Потому что у нас как-то все на автопилоте было. Если ты родила, ты автоматически должна любить этот комочек. Поэтому многие говорят и ставят прям или себе диагноз, или кому-то говорят недолюбленность. Да, да, да. Это вот оттуда. А что делать с этим диагнозом, с таким сценарием, вернее? Тоже принять? Удочерить себя. Удочерить себя. Да, удочерить себя и все, что тебе не додали, найти эту маленькую девочку внутри, пожалеть, приголубить, побаловать. Невозможно от мамы, которая тогда недолюбила, предъявлять ей счета и говорить, что вот ты мне. Невозможно, потому что если она недолюбила тогда так, как тебе нужно, то сейчас у нее не получится еще больше. Мало того, у меня есть такие клиенты, которые говорят, вот она теперь хвалит, а я ей не верю, потому что она тогда меня критиковала и теперь она и пытается исправиться, а мне это кажется фальшивым. Или там, вот она тогда не вникала, а теперь расспрашивает, а я не верю, что ей интересно. То есть даже если мамы пытаются исправить, у человека такой вот уже сгусток обид, что он уже не верит в то, что это можно исправить. Поэтому не пытайтесь, не пытайтесь, это замкнутый круг. Вы будете бегать по кругу с мамой и друг другу что-то доказывать. Просто закройте эту страницу и скажите, вот все, теперь я сама у себя мама, и я такая идеальная мама, какая нужна моей внутренней маленькой девочке. Если ее не доцеловали, не долюбили, не добаловали, я буду баловать. Если ее не дохвалили, я буду хвалить. И это намного эффективнее, потому что это тоже взросление. То есть, знаете, очень часто такие железные русские женщины, которые не успевают себя жалеть, падают с какой-то болезнью, потому что этот постоянный стресс просто вызывает сбой организма, и организм начинает просто реагировать на это. А вот если стресс, 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 а потом остановиться и сказать, господи, бедная моя, как ты устала вот этой маленькой девочке. И завтра я не иду никуда, хоть потоп. Я должна отлежаться, я должна отоспаться. Если ты сама... Обычно в идеале это говорит мама. В идеале это говорит мама, доченька хватит бегать. Но если ты думаешь, что мама недолюбила, недозамечала, так скажи себе сама. Иногда спасение утопающих. Конечно, Как Мюнхгаузер, да, себя за шкирку и вытаскивать. А в этом случае, при таком сценарии, если ты сама для себя становишься мамой, заботливой, которая возвращает любовь, тогда отношения с мамой как можно выстроить, чтобы они были все-таки нетравматичными? В том случае, если тебя недолюбили, то они, скорее всего, нетравматичные, а они холодные. Они такие дистанционные, они такие из чувства долга, из вежливости. И это просто нужно принять? Это нужно принять. А если это твоя задача и ты хочешь отношения изменить, то это, конечно, по мановению волшебной палочки не получится. С этим нужно работать. Потому что мама же тоже вся в колючках, мама же тоже вся натянутая пружина. У нее тоже не получается. И она искренне хочет, и у нее приоритеты уже сместились, но у нее уже не получается наладить. И она боится. Она боится нарваться на грубость, или она боится быть осмеянной, или она боится проявить слабость. У нас же это же просто ругательство, слабость. Надо ли с мамой выяснять отношения, касаемые детских каких-то историй? Что вы думаете? Вы знаете, я думаю, что очень редко критика падает на благодарную почву. Наша внутренняя критика настолько громкая, настолько наш внутренний голос нас пилит, что когда кто-то из вне еще добавляет критику, нам остается только отнекиваться и защищаться. Чем больше ты критик себя внутри, тем труднее тебе принимать критику извне. И так как наши мамы нас вырастили, значит, они из того же теста, она давно сама уже себе поставила все диагнозы и приговоры. И она уже давно сама знает. И поэтому, когда ты приходишь, для нее это такая лавина, что она будет только защищаться. поэтому я думаю, критиковать бесполезно, но если уж тебе совсем нужно высказаться, то носить в себе не нужно. Нужно высказаться, просто я думаю, это нужно сделать в форме воспоминаний, которые ты заведомо объявляешь как субъективными. То есть, мам, вот я помню, что ты мне вот тогда сказала, и я с тех пор, и мама скажет, да не может этого быть, ты что? И в этот момент нужно сказать, ну да, может быть, это было не так, но это то, что я помню. То есть, нужно признать субъективность своей правды, потому что, во-первых, это действительно так и есть. Люди помнят совсем не то, что было, а то впечатление, которое на них это произвело. Во-вторых, слова, вырванные из контекста, звучат чудовищно. Но когда мама это говорила, мы запомнили только вот эту очень ужасную и очень болевую такую реакцию, но мы не помним контекста, а мама наоборот не помнит конкретных слов, но помнит контекст, который проявлял заботу, любовь, что-то там исправить, что-то остановить. Я согласна, что если это так болит и так давно в тебе сидит, то в какой-то день это нужно высказать. Но хотя бы начинайте с того, что вы так помните, вам так кажется. Уважайте мамина право на то, что она помнит иначе. Потому что что там было, мы не знаем. А если ты мама, в которую летят вот такие откровения, воспоминания, что же делать? Первый инстинкт от того, что я очень к себе самокритична внутри и от того, что я помню, что я наломала дров и от того, что я вижу, что дочка помнит и обижается ей плохо. Первый инстинкт это поставить оборону и сказать, что это неправда и такого не было. Но это не поможет. Чем больше мы дверь держим, тем больше в нее ломится. Поэтому открой эту дверь, открой и скажи, ужасно, что ты вот так вот помнишь, но я действительно не идеальна. Я действительно натворила дел. И ты знаешь, я тебя очень люблю, но я принимаю и уважаю, что есть обиды, которые ты помнишь именно так. То есть откройте эту дверь, не надо ее держать изо всех сил. не тратьте энергию на отбивание критики, на отражение так. Разрешите. Потому что, вы понимаете, мы же за что любим друг друга? Мы же не за достоинство любим. Мы любим друг друга за недостатки. Потому что, если мама признала ошибку, то и мне можно. Если мама несовершенная, то и мне легче не тянуться на цыпочках и быть совершенной. Не надо держаться за идеал, например, за свой идеал, который ты себе представляешь. Если мама говорит, что она делала ошибок, то и мне уже не так страшно, что сын запомнил, как я ему вот это вот при всех, и я просыпаюсь в холодном поту. Бывает. Мама вырастила нас при всех ее ошибках. Выросли, ничего. То есть это делает нас более такими гуманными и более принимающими друг друга. Поэтому, если у вас есть силы принять обвинение, даже если оно вам кажется искаженным памятью, несправедливым, то примите ту часть, которую вам не нужно лукавить. Скажите, что мне очень обидно, что ты так это помнишь. Я, наверное, действительно тогда понимала меньше, чем сейчас. Но не рухнет небо. Но зато ты почувствуешь какую-то близость, и ты наконец-то дашь этому пузырю лопнуть. Ну уже дай ты ему лопнуть. То есть, да, у меня не все получалось. Да, я бывала не права. Извини меня, доченька, я сейчас, наверное, постаралась бы сделать по-другому. Я надеюсь, что у тебя получится лучше. Но и у тебя не все получится, и это нормально. То есть, вот такое, какой-то, знаете, спуститься с этого пафоса вниз и сказать, что и у тебя не получается, у меня не получается, живем дальше. Это очень примеряет, и это очень по-человечески правильно. Это настоящая искренность. Да, это, знаете, это убрать гордыню из отношений. Как ты смеешь мне такое говорить, она тебя жизнь положила? Да. Или там наоборот, что я никогда не скажу своему ребенку то, что ты скажешь, еще сколько расскажешь. Как вы правильно сказали, про пафосы гордыни в отношениях. Да, да. То есть, с одной стороны, ты чувствуешь, что ты имеешь право обвинять, с другой стороны, ты свою взрослую жизнь завязываешь за тот единственный поступок, который мама когда-то сделала, когда ей было 10 лет меньше, чем тебе сейчас. А ты где? А где твоя ответственность? То есть, все очень относительно и все очень зыбко. Когда-то мама, наоборот, бросилась на амбразуру. Когда-то мама, не досыпая, что-то шила. Когда-то мама забыла и не забрала. Жизнь длинная. То есть, как только ты относишься к маме вот более так вот смиренно, более мягко, более человекопрощающей, ты себе много разрешаешь. То есть, от этого всем станет легче. Вот этот пузырь, который у тебя внутри против мамы, он же и против тебя. Он же занял все место у тебя внутри. Поэтому это лучше проговорить. А маме, если есть силы, это очень трудно. Потому что мы на автопилоте боимся критики. Но если есть силы, сказать, да, доченька, теперь я понимаю. И ничего. Здорово, друзья, если хоть однажды в жизни у нас такой разговор произойдет с нашими детьми и с нашими мамами. Хотя бы раз. Да. Но такие близкие люди и действительно может очень много этот разговор отпустить. Еще знаете, какой совет? Мне очень помогает. Я стала проговаривать, за что я благодарна. Я стала просто, знаете, устаканивать, уравновешивать. Потому что эти чаши весов, где сколько мне навредили, а они такие, с ложкой. А те, которые благодарны, они на автопилоте. То есть, ну, конечно, мы благодарны. Ну, конечно, родители вырастили. То есть, мы забываем это проговаривать. А когда мы это проговариваем вслух, вот эта вербализация делает это намного более значимым. И для них, и для нас. Например, мам, я не представляю, как вы нас растили без памперсов. Ну, проговори это. Или там, даже не было холодильника. Это каждый день нужно было покупать продукты и готовить. Какой кошмар. Проговорить. А давайте сейчас скажем, например, ну, может быть, по одному какому-то спасибо. Вы своей маме, а я своей. Вот я уже два сказала спасибо. Вы уже два. А тогда я сейчас скажу. Я помню, мама, как ты, мы жили с тобой в Иркутске, а ты приезжала в Москву в командировке. Это были какие-то 70-е годы, как ты стояла в очереди под номером 786 в ГУМе, чтобы купить мне красивую кофточку. Вот. И это стало моей профессией. Быть стилистом. Во-первых. Во-вторых, мама ведь могла это время провести иначе. Конечно. И то, что мама готовила на день рождения, и это было уже ночью, но она должна была приготовить, потому что утром это должно было быть сюрпризом. И это ведь воспринимается нами как само собой разумеется. То есть, конечно, на то она и мама. Но когда мы это проговариваем, у нас тоже мороз по коже. Мы вдруг это заново ценим. И поэтому, если у вас в течение жизни следующий этап вдруг по-новому, в новом ракурсе показывает, на что было готово мама, вот я стала бабушкой и думаю, боже мой, а я ожидала, что это на автопилоте, что она должна бросить все и бежать. То есть, я вдруг говорю, мам, как я от тебя этого ожидала? Вот просто сказать, как ты мне тогда помогла? Просто вслух сказать. И я думаю, что это очень важно маме, но это важно мне, намного больше, чем маме. Потому что это внести какую-то элементарную пропорцию, равновесие между нашими претензиями и нашими благодарностями. И это стоит больше, чем купить маме путевку в какой-то санаторий, куда она не хочет ехать. Или сказать маме, что я тебя оплатила курсы, что ты сидишь дома. Вот это вот навязывание благодарности в каком-то таком выражении, которое не обговорено, намного более эгоистично и намного более демонстративно. Вообще, мне кажется, знаете, что мы очень не умеем строить отношения, потому что не умеем задавать другим людям, в том числе и близким людям, вопросы. У нас часто желание высказаться, высказать мнение, но вот вопрос, в котором есть интерес к тому, что человек лучше даже не думает, а чувствует, что он испытывает, вот через это тоже такая близость восстановления отношений, понимания друг друга. Это связано с тем, что мы с нашим таким не очень развитым эмоциональным интеллектом, потому что нашим эмоциональным интеллектом ни в школе, ни до школы не очень-то занимались. То есть нам не говорили, ты плачешь, потому что ты злишься или ты плачешь, потому что тебе обидно. Нас не учили называть или нам не говорили, я понимаю, что ты расстроен и ты хочешь мороженое, но я тебе его не куплю, но я вижу, что ты расстроен. Нам не называли эмоции. И это не потому, что они такие плохие, а потому что им их не называли, их военного времени родители. А тем военным не называли, те, которые переживали репрессии. Да, это совершенно не надо искать виноватых. И поэтому сейчас наш не очень развитый эмоциональный интеллект не понимает простую истину, что то, что вижу я, не обязательно видит она. И то, что чувствую я, не обязательно чувствует она. И это элементарно. Вот когда я это проговариваю, конечно, конечно, и мысли никто читать не умеет. И совпадать мы не должны. Не должны даже. Я хотела задать вопрос, но мне кажется, уже прозвучала эта мысль о том, как меняются отношения с мамой, с возрастом. Дело в том, что они должны меняться. Если они не меняются, если они застревают где-то, где не получилось, и дальше вот это неполучившееся становится постоянным источником раздражения, то это очень плохо, и это не может быть, даже на одном уровне это растет. А если отношения с мамой меняются, на самом деле, нам родители, по большому счету, так считают психологи, нужны до 18 лет. То есть родители должны нас научить понимать, что с нами происходит, и регулировать свои эмоции, успокаиваться, или там разбираться с этим. они должны нас научить социальному общению, с кем мириться, с кем не мириться, где стоять за себя, где уступать, где пожаловаться, где дать сдачи, как дружить, как ссориться. И третье, они должны нас научить элементарному какому-то умению ухаживать за собой, сделать яичницу, померить температуру, заработать на перчатке и так далее. И все это к 18 годам в основном происходит. И дальше должны измениться отношения. Поэтому, если отношения с мамой продолжают быть такими же интенсивными, такими же конфликтующими или такими же заботливыми, если это продолжается, то это искусственно создает все больше и больше проблему. Должны измениться отношения. Дети должны отпочковаться, чтобы вернуться на новом этапе в другом уже качестве. Например, молодой мамой или молодым специалистом, или выпускником чего-то, или пришедшим из армии, должна произойти какая-то инициация во взрослые. Если она не происходит, и если мама не принимает, что она происходит, или дети этого не делают, то это тупик, который очень болезненный. Поэтому отношения с мамой должны меняться. Вот здесь уточнение. Значит ли это, что вот эта инициация или сепарация, как я слышу, говорят, ритуал такой, что он, это всегда отдаление. Всегда. Просто это мамы часто переживают очень болезненно. Потому что мама за эти 18 лет и в силу культуры, в силу того, как ее растили, поняла, что это ее главная роль в жизни. Она определяет себя, как мать. И поэтому, когда опустевшее гнездо, она теряется и не понимает, зачем она живет и кому она нужна, и кто теперь ей будет благодарен, и кто теперь будет от нее зависеть. и она подсознательно, не дай бог, не строя никаких коварных планов, подсознательно ищет, как еще быть нужной и заполняет ниши, помогает тебе в квартире убрать, помогает тебе приготовить, дает тебе деньги на отпуск, предлагает посидеть с детьми, предлагает пойти поговорить на работе, просит своих знакомых что-то помочь. Мама продолжает курировать твою жизнь так, как будто бы ничего не изменилось. И это тебе удобно. в этом же самое трудное искушение. То есть возникает такие сообщающиеся соды, когда люди поддерживают друг в друге какие-то необходимые ниточки, чтобы удерживаться так, как раньше. Не получается. И в конце концов дочка не взрослеет. Это рождает тупик и конфликтную ситуацию в будущем, потому что с этим сложно взрослеть женщине. Это затягивает. Вот такая зависимость. Вообще созависимость это очень-очень трудный процесс между мамой и дочерью особенно, который разрулить очень непросто. И поэтому многие откладывают это. И это становится таким затяжным, тлеющим таким конфликтом, который разъедает отношения. С одной стороны, они друг без друга не могут, с другой стороны, они опускаются до самого нелицеприятного общения, когда они кричат друг на друга, обвиняют, упрекают. Это нездоровые отношения. Любые созависимые отношения очень нездоровые. Если мы говорим о здоровом сценарии, то, что мы начали говорить, как они с возрастом должны бы измениться. Вот произошло вот это отделение, начало самостоятельной жизни, дальше. Дальше появляются такие островки безопасности и островки детства, когда ты из своей взрослой жизни, где ты в принципе справляешься, приходишь к маме и можешь на эти два часа почувствовать себя малышом, ребенком, тебя балуют, тебя кормят, ты хвастаешься или наоборот жалуешься, или просто сидишь молча смотришь какой-то фильм в своей любимой одежде, в любимом углу дивана. Но это островки, потому что ты оттуда возвращаешься назад в свою взрослую жизнь. И это правильно. А дальше происходит второй виток, когда у тебя появляется малыш, и ты вдруг вот в этом поколении сэндвич, ты видишь все совершенно иначе, и тебе мама нужна так же, как она когда-то тебе была нужна, когда ты была малышом. Потому что огромная ответственность, огромная неустойчивость, вот этот постпартуум, послеродовое такое гормональное. мамин материнский опыт прям такой. Нужна мама, которая говорит, что все будет хорошо. Даже не просто материнский опыт. Нужна мама, которая опять, мы в момент стресса и напряжения эмоционального, мы регрессируем в детство. Понятно, да. И нам нужна мама, которая скажет, спокойно, ложись спать, никуда ничего не денется, завтра будешь мамой, отдыхай. И вот когда мама эту роль не понимает, и прибегает, и начинает наоборот учить, и строить, и говорить, что же ты за мать, это очень разрушительно. Поэтому на вот этот второй виток нужно прийти с мудрой мамой и с дочкой, которая готова расслабиться и сказать, мам, помоги, не могу. При этом не быть созависимой, не дергать все время маму для того, чтобы она помогала. Нет, конечно. Это мамина поддержка очень эмоциональная и психологическая. И психологическая. Хотя, конечно, она при этом и ребенка подержит и ночью встанет. Но главное, это то, что спокойно все будет хорошо. И это только маме мы верим. Мы больше никому не верим. Следующий этап, когда ты становишься все сильнее и взрослее, мама становится все слабее. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что на маму уже не положиться и что маме нужна помощь. Но она осталась с твоей мамой, которая стирала твои пеленки, вытирала твою попу. Поэтому, сколько бы ты ее не поддерживала, нужно проявлять уважение, автономность, прислушиваться к ее мнению, создавать, по крайней мере, иллюзию контроля, уважать ее границы. Теперь твоя роль. И это следующий этап. И там, конечно, у многих женщин вот этого поколения сэндвич просыпается вот эта нежность и благодарность, и страх, что это ненадолго, и страх, что мама уйдет, и желание как можно больше успеть поговорить, как можно больше дать, как можно больше обнять. И это такой самый трогательный период. Конечно, если отношения до этого складывались очень токсично, то это период такого ярма и долга, когда ты делаешь с цепью в зубы, потому что ты должна, а ей все не так, и она продолжает упрекать, и тогда это, конечно, вот такой конец отношений очень травматичный. С этим очень много приходит. Вот чтобы не прийти к такому финалу, как можно раньше нужно проработать вот то, о чем мы с вами говорили. нужно повзрослеть и понять, что лучше делать меньше, но не из чувства долга. Чувство долга душит со всех сторон. Вместо я должна ее навестить, хотя у меня свои планы, и я опаздываю, и у меня... А я могу поменять, я должна, но я могу. И в этом могу есть какие-то степени свободы. Могу сегодня, а могу послезавтра. А должна не оставлять тебе никаких зазоров. Еще, знаете, не могу не коснуться этой темы, но все-таки это имеет отношение к аудитории канала, когда мама уходит из жизни, и это произошло до того, как женщина достаточно повзрослела для того, чтобы понять свою мать, что делать. это ужасно. Это ужасно тяжело. Это такая фантомная боль, когда ты, во-первых, не сказала свою обиду, ты так и не сказала то, что тебя так долго мучило, и уже говорить некому. Или ты так и не простила, или ты так и не обняла, и это ужасно тяжело, и с этим, конечно, нужно работать со специалистами. Потому что нет ничего страшнее, чем разочарование в том, что не сделано. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Поэтому для той части аудитории, которая слушает и думает, почему же я раньше этого не знала, их только можно пожалеть и посоветовать как-то это все обработать, потому что это такая вялотекущая рана, которая сама не заживает. И это все-таки важно сделать. Обязательно. это в таком состоянии. Никуда это не денется. Это очень большая травма, которая не получила разрешения. Любую травму, даже царапину, нужно обработать спиртом. А если это такая большая травма, это очень важно. Есть специальные техники поговорить с мамой, когда ее нет, со специалистом, можно написать. Есть много техник, как обработать эту травму, но обязательно ее надо обработать. Светлана, спасибо вам большое за этот разговор мудрейший, как всегда. Друзья мои, какие бы у вас сейчас ни были в настоящий момент отношения с мамой, с мамой, которая прекрасно себя чувствует, с мамой, которой нет, мне кажется, самое важное сегодня сказать ей спасибо. А главный совет не отчаиваться даже в самых неразрешенных вопросах, пока все живы, можно что-то менять, потому что даже у японцев склеенная чашка, все трещины покрыты позолотой и ценится больше, чем целое. То есть, когда мы найдем общий язык и примиримся с чем-то и обнимемся наконец-то, эти отношения будут дорогого стоить, поэтому не отчаиваться. Мы ждем ваши комментарии, как всегда. Гармонии любви в отношениях. Спасибо. Спасибо вам.